В поездке Валерия Венцеля сопровождали заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин, глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина и представители руководства института. Общая численность сотрудников НИИГАЗа 1130 человек и многие из них живут в Ленинском районе. Мы с учреждением, которое является единственным не только в России, но и, наверное, в мире, все время стараемся поддерживать контакты. Контакты какого рода? У нас дети из школы посещают выставки, которые здесь прекрасны, музеи во НИИГАЗе. Мы стараемся с НИИГАЗом все-таки поддерживать чистоту в поселке, порядок. Это наша совместная задача. Дело в том, что школу и ряд домов это строил НИИГАЗ. И хотелось бы, конечно, чтобы эти связи укреплялись и развивались дальше. Начался визит с торжественного награждения сотрудников памятными медалями, выпущенными в честь 90-летия Ленинского района. Обращаясь к собравшимся заместитель генерального директора ООО «Газпром» в НИИГАЗ, Сергей Анисимов отметил, что жизнь института на протяжении всей истории была неотделима от жизни района. Наш институт ведь не только отраслевой. Являясь здесь, на территории района, передовым форпостом науки, мы также обеспечиваем рабочие места не только для жителей Москвы, а всего района и области. Мы свои достижения относим и к району, а не только к «Газпрому», потому что это основная часть нашей маленькой родины, Ленинский район. В НИИГАЗ является одной из авторитетнейших научных организаций. Институт имеет более 300 патентов на результаты изобретательской деятельности и объединяет 20 научных центров по всей России. Деятельность в НИИГАЗа и его сотрудников была удостоена 54 государственных наград. В этот день 20 человек получили памятные медали из рук главы муниципалитета. Я, пользуясь случаем, хочу всех вас поблагодарить за вашу любовь, за неравнодушие к своей малой родине. Спасибо вам большое, что вы участвуете активно во всех общественно-политических, значимых процессах, которые проходят в нашем муниципалитете. И я уверен, что на перспективу у нас ждут очень интересная совместная деятельность. После торжественной церемонии для Валерия Венцеля провели экскурсию по музею в НИИГАЗа. На протяжении 70 лет институт обеспечивает научное сопровождение крупнейших, зачастую не имеющих аналогов в мире, проектов. В главе муниципалитета рассказали об истории технологий газодобычи и даже продемонстрировали работу некоторых экспонатов. В конце своего визита на ВНИИГАЗ Валерий Венцель оставил ряд добрых пожеланий сотрудникам института в музейной книге отзывов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.